Здравствуйте, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня я вам покажу наш новый проект. Мы иногда делаем общественные объекты, в частности офисы. Один из наших известных офисов для компании SPAR мы делали. А сейчас мы делаем офис 130 квадратных метров в центре Санкт-Петербурга, в историческом здании. И это офис такой презентабельный для зарубежных партнеров. На самом деле 130 квадратных метров, здесь будет работать всего 5 человек на сегодняшний день. Но прием зарубежных гостей будет очень сделан, скажем, обоснованно. Перед вами помещение, которое нам досталось для проектирования от клиента. Вход через арку, а здесь фасадные окна, которые выходят на реку. И было запланировано, что будет сделан вход, это согласовано с улицы. Второй вход мы оставили. Вот, собственно, два больших зала, это почти 130 квадратных метров офисное помещение, которое, как клиент нам сказал, для зарубежных партнеров, в принципе, для встреч и для работы буквально пяти сотрудников. Вариант первый. Мы сделали так, как клиент хотел. Он хотел, чтобы... Вот мы заходим, вот лестница, да, гардероб, в который можно раздеться и еще какие-то коробки положить там в силу бизнеса. Это необходимость стояла. И он хотел, чтобы столы стояли у окна, чтобы сотрудники могли любоваться красивым видом. При этом было желание, чтобы они все даже в окно смотрели, но высота подоконника ниже, чем высота стола. Поэтому мы предложили сделать эти варианты угловых столов, чтобы они захотели сюда смотрят, захотели вот как бы на вход. И здесь, скажем так, главный шеф решил разместиться вот в этом уголочке. Не удивляйтесь, что здесь рядом туалет, это было с ним согласовано. Здесь было два проема, и мы решили использовать... Первоначально клиент хотел, чтобы вход был в туалет только вот из этого второго зала, но мы предложили, чтобы люди, которые вот здесь хотя бы работают, да, чтобы могли пользоваться туалетом. Ну, забавно, но клиент с юмором и сказал, хочу сидеть у туалета. Как бы так мы и сделали. Через распашную дверь мы попадаем во второй зал. Здесь мы сделали перегородку, которая делает, ну, как бы тамбур, помещение тамбура. И дальше расположение предметов, как он хотел. Он хотел большую кухню. Первоначально она должна была быть с двумя колоннами высокими, такой как бы формы. Даже было желание поставить ворочную поверхность, а не только духовку. Остров — это обязательное было решение, потому что он любит как бы на барных стойках за островами работать. И как бы работает везде с компьютером. И стол переговоров. Телевизор получилось повесить в этой части, чуть-чуть он смещен, но другого места как бы мы не нашли, и клиенты это устраивали. И вот еще шкаф для одежды, ну, для тех самых зарубежных гостей, которые уже сразу попадают в эту зону. И, кстати говоря, он увидел, что у нас в офисе, даже в небольшом, сделан туалет вместе с душевой зоной. Говорит, хочу так же. Поэтому здесь унитаз, раковина и большая душевая зона. И, конечно же, мы не забыли место для хозблока, где будет располагаться бойлер. И, конечно же, как в любом офисе, швабры, пылесосы и много-много разных таких вот нужных вещей. Второй вариант был предложен по причине того, что клиент говорит, а вдруг у меня будет там не пять сотрудников, а там шесть. В общем, мы решили предложить размещение столов в центре зала, при котором можно сдвинуть и поставить еще один стол, а то и два, если убрать вот эти шкафы. То есть можно было вот эти четыре рабочих места увеличить до шести при желании. Но он потом отказался от этого варианта. Потом покажу согласованно. А так все так же. Гардеробная зона, вход в санузел. Зато мы позаботились, что у туалета не сидит самый главный шеф. В этой части иначе расположили стол для переговоров. Мы предложили поставить два диванчика, и тогда у нас стол для переговоров располагается по оси, скажем, телевизора. И мне кажется, что презентацию было бы удобно смотреть. Кухня также располагается, но и без барной стойки со столом. А теперь я вам покажу согласованный вариант. Согласованный вариант следующий. Все-таки он сказал, что хочу вот такое размещение. Далее. Пока мы делали планировки, в этом историческом здании велись ремонтные работы. И уже были сделаны у проемов все необходимые укрепления. И высота проема стала буквально 2 метра. Соответственно, вот в этой части стало очень низко. Поэтому мы сделали, что здесь будет нестандартная, конечно, дверь. Но чтобы в санузле не было низко, 2 метра высота потолка, это же некомфортно. Мы сделали, что как проходишь через этот проем, здесь какой-то шкафчик, тоже хозблок. А здесь уже разместили унитаз и раковину. При этом мы собираемся встроить инсталляцию в эту стенку между хозблоком и санузлом. Итак, попадаем в общий зал. Здесь у нас находится тамбур. Ну, им редко будут пользоваться. Клиент сказал оставить один диван с двумя какими-то там тубочками или барами. Стол переговоров вот таким образом расположить. Остров в обязательном порядке. И сказалось сделать кухню без острова, которую я вам покажу на наших визуализациях. Во втором зале мы разместили диван с двумя шкафчиками барными, с журнальным столиком. Стол вдоль окон с телевизором слегка смещен. В обязательном порядке остров, без которого он жить не может. И кухня без верхних шкафчиков. Это очень редко заказывают, но это очень интересное получилось предложение. Ну, а что касается вот этой зоны, санузел он не изменился с душевой кабиной. Хозблок остался прежним. Как я сказала, инсталляция вот в этой части встраиваться будет, уходить в хозблок. И получилось так, что напротив входа находится шкаф платяной. То есть таким образом мы изменили конфигурацию санузла со шкафом. После согласования планировочного решения мы стали выполнять визуализации. И здесь делали в соответствии с теми переговорами, которые мы провели с клиентом. Он хотел сделать фитостену. Он хотел сделать лепнину. И оставить натуральный кирпич, который достался в наследство с этим помещением. А на полу, наливной пол, под бетон. На самом деле это делают в таких зданиях, не знаю, там склады. Сносу ему нет. Выглядит очень стильно, а стоит это недорого. Намного дешевле, чем сделать отделку плиткой. Но в результате ремонта строительных работ, которые начались, там произошли изменения. Поэтому я сейчас вам покажу вариант. Этот был вариант согласован. Поскольку клиент любит искусство, мы здесь повесили картины. Картины с фруктами. Ему это нравится. Но, как вы понимаете, когда общественные здания делаются, общественные интерьеры, то, естественно, про бюджет идет разговор. От фитостены он решил отказаться. И впоследствии мы ее уже не делали. Потому что ему показалось, что, во-первых, сложный уход. На самом деле можно вызывать команду, они ухаживают за этим. Но это, скажем, не каждый может себе позволить или не каждый хочет себе позволить. Мы начали делать визуализацию. Они были согласованы. И поскольку это историческое здание, пришлось восстанавливать стены. Поэтому, если посмотреть видео, они все в арматуре. Ссылочку я вам оставлю в описании. Это делалось, я не знаю, чуть ли не полгода. Вот это восстановление стен по специальному проекту. Об этом мы подробно с Владиславом рассказываем, как это делалось. Обязательно посмотрите. И поэтому вы найдете объяснение, почему визуализацию согласованную пришлось заменить. Итак, поскольку во время ремонта появилась арматура, ее не захотели оставлять уже клиенты. И мы решили, что будут отштукатуренные стены. Он очень трепетно выбирал, клиент, цвет. Он хотел оливковый. И нам не хватило палитры RAL. Мы использовали еще одну палитру NCS. Когда мы говорим с вами о выборе цвета, какой вы хотите цвет. Зеленый. А зеленый какой? Посмотрите, сколько их много. Оливковый. Оливковый какой? И мы стараемся использовать уже сразу при разговоре вот эту палитру. И клиент показывает. Мы записываем даже артикул. И стараемся изобразить это на визуализации. И впоследствии это помогает выбору тоже. Потому что видите, зеленый есть холодный, изумрудный. Тут шла речь об оливковом. То есть в этой палитре. Соответственно, подобрали. Он говорит, да, все отлично. Мне это нравится как раз. Вид на стену. Я сказала, что он решил отказаться от фитостены. И сказала, сделать полки. Мы просто не нарисовали. Он говорит, я на них буду ставить цветы в горшках, менять. Мы просто показали, что это сразу видно, что это полки. А в принципе, если их одекорировать цветами, будет уже поживее. Похоже на фитостену, но не настолько активно. Чтобы не была скучна эта стена, мы сделаем ее объемную. Объемную мы сделаем по определенной технологии. Но в принципе, за счет толщины гипрока, таких полос, мы сможем сделать объем. И шкафчик, видите, теперь не полностью открытый, а частично скрытый. Почему? Это вы узнаете после реализации. Белый плинтус подчеркивает графичность этого интерьера. Количество лепнины он попросил уменьшить. Помимо этих светильников в центре в виде, скажем, колец, еще есть встроенный свет. Мы отдавали свой проект на расчет освещенности. Поэтому не удивляйтесь, почему так много светильников, как в операционной. На самом деле, тут большая высота потолков, и сделан четкий расчет. И по нему именно такое количество и требовалось. Пока оставили аналогичный вариант. Оформление окон, вот у нас римские шторы. И этот вариант согласован. Это была рабочая зона, первый зал. Второй зал, который будут приглашать гостей для переговоров. Оформлены точно так же здесь кирпичные стены, которые нам теперь не удастся сохранить. Мы обсуждали, что он хочет из такого толстого слэба дерева столешницу для переговоров. Но мы ее поставили на, скажем, на основу из пластика. Такие варианты мы видели у зарубежных партнеров. И, в общем, традиционно Филипп Старк стулья. Телевизор мы обрамили в раму, так можно сделать. И, опять же, искусство на стенах. Освещение стола мы сделали с помощью люстры хрустальной. То есть мы здесь сочетаем, не сочетаем столешница на пластиковой основе, хрустальная люстра. И тут же вот такой вот вход мы оборудовали. То есть там входная зона, помните, из подарки. Вот в таком урбанистическом стиле. Стекло и черный металл. Примерно нам клиент показывал. Здесь тоже лепнина и тоже вот такой же вот, собственно, пол. Помните, я вам говорила, что кухня у нас будет без верхних шкафчиков. Вот, пожалуйста, остров с барными стульчиками. Кухня без верхних шкафчиков. И стена оформлена слэбами из мрамора натурального. Люстры, как вы видите, две для такой более хорошей освещенности. И еще дополнительно споты. Ну, а это стена с декоративной штукатуркой, с крытыми дверьми. И вот первоначально, если помните, здесь у нас был шкафчик для одежды платяной. А здесь мы поставили консоль. Обратите внимание, что мы используем белый плинтус вместе с оливковыми стенами. Это очень, на мой взгляд, симпатичный. Я там не так давно, это пару лет назад видела, там, в Лувре даже. Кожаные диваны. И здесь вот декоративно тоже оформление цветами, которые впоследствии мы заменили на барные тумбы. Ну, а эта вот кухня, видите, смотрится современно. Поскольку площадь позволяет, там, четыре с лишним метра длина кухни, плюс остров, это очень много. То есть для офиса это вообще огромное количество. Поэтому верхние шкафы не потребовались. И очень приятно, что удалось использовать такой вариант. Мы очень много видим его на выставках в Италии. И в каталогах итальянских производителей, где огромные площади. Вот это вот кухня без верх, а в тех проектах, которые нам достаются, таких больших площадей нет. И приходится небольшие кухоньки ставить. И как-то там, не знаю, на 45 или 50 метрах делать всю квартиру. А здесь 130 метров. То есть вот этот зал 68 метров. Здесь кухня, стол и диван. Ну, то есть как у некоторых целая квартира. Так что вот при таких площадях такую кухню можно себе позволить. Прошло время. Кирпич, как я говорила, уже исчез. То есть практически все стены пришли штукатурить. Только можно было оставить ту стену, которая за кухней, над кухней точнее. Вот. Ну, клиент сказал, что, значит, ну, смысла вроде как нет. И тут увидел у меня образцы вот таких деревяшек классных. И говорит, хочу черный потолок. Давайте, я говорю, ну, давай сделаем из черного дерева. Или из красного. Ну, может быть, еще какой-то другой цвет. И вот в данном случае мы совместили. Совместили и черную обожженную древесину, и красную с такими тоже обожженными фрагментами текстуры. Это здесь. Вот, смотрите, вот потолок черный. И вот потолок красный. Что касается стен. Клиент не ограничился тем, что у него будет бетонный пол. Он говорит, я еще хочу бетонные стены. Есть различные материалы. Вот, например, да, бетон под бетон. Бетон как бы в разных цветах. Там не очень широкая цветовая гамма. Но вот желтый, красный, я такие ярко выраженные вам показываю. Он говорит, нет, цветной не хочу. Хочу бетон-бетон. Вот. И вот у нас сейчас на самом деле, либо мы будем вот этот использовать, либо фибробетон. То есть нарисовали мы фибробетон в тех размерах, в которых он выпускается. Ознакомились в интернете. Но какой вариант отделки окончательно будет? Визуально будет выглядеть одинаково. Что мы будем использовать впоследствии, вы увидите уже в реализации. Здесь, как видите, уже слэп дерева мы поставили на металлические опоры, как у нас в офисе такие жесткие. А стулья нам клиент привез, прям фотографии, говорит, хочу прям такие. Вот. С африканскими мотивами появилась картина. И вот эти вот тумбочки он увидел в одном из шоурумов. Это Барбара Берри, можно сказать, Шанель в мебели. Американский дизайнер. Эти тумбочки уже сняты с производства. Они оставались в шоуруме единственные. И клиент говорит, я хочу их поставить к себе в шоурум. Я говорю, по-моему, по стилю не очень подойдет, но мы нарисуем. Нарисовали, он говорит, слушай, была права. Не подходят они. Поэтому мы потом сделали другой вариант. В данном решении уже, вы видите, мы отказались от золотой рамы. Но мы предложили отделку окон, откосов деревом. И над столом появилась вот такая интересная люстра, которая в первоначальном варианте, как я показывала, она была такой как бы волной. А вот эта, у нее диаметр метр двадцать или метр пятьдесят. Изготавливают российские производители, российские дизайнеры придумали. Стоит, могу сказать, не дешево абсолютно. Но вот очень красиво. Соответственно, мы решили поддержать, вы помните, планировка у нас поменялась, и шкафчик вот из этой части перешел в эту, потому что здесь уже санузел продолжается. Здесь мы сделали дверцы деревянные, ламельные, ламельки, помните, да, как они друг, ну, как сказать, друг на друга наезжают. В таких восточных странах, точнее, не восточных, а в азиатских очень часто такие дверцы бывают. Если не знаете, то наберите в интернете ламельные дверцы, и вам интернет на все ответит. А здесь скрытые двери, и стену мы уже эту решили просто покрасить краской, без того активного рисунка. Мрамор заменили на черный, мы его оставили здесь. Но клиент сказал, вот видите, как выглядит это, клиент сказал, хочу посмотреть что-то еще, придумайте. А здесь, кстати говоря, не просто покраска, а декоративная штукатурка, тоже мы ее выбирали. Придумайте еще что-нибудь. И деревянный потолок, ну, решил, что не хочет такое делать. На самом деле, видела какие-то реализованные объекты вот из этой деревяшки, когда стена вот из этого делается, выглядит очень стильно и модно. Но в концепции данного интерьера это не село. Ну, а кухня здесь и с бетоном. А вот это согласованный вариант. Здесь, вы видите, люстру уже, мы выбрали конкретный цвет металла. Это латунь. В предыдущем варианте было как бы серебро. Появились современные светильники на современных тумбочках. Этот вариант выглядит практически так же, как предпоследний. Вот изменилась только вот эта диванная зона. И вот посмотреть на эту часть зала. Здесь появился фартук, где мы просто выложили паркет елкой. Наверное, это не очень новая как бы идея, но здесь она очень хорошо вписалась и клиенту понравилось. Ну, а потолок, поскольку мы отказались вот от тех самых деревяшек, мы сделали лепнину, но покрасили в черный цвет потолок. И интерьер удался. Ну, и как вы видите, очень много тут звездочек по освещению. Все сделано, исходя из расчетов светотехнической компании. Напоминаю вам о том, что дизайнер, конечно, рисует, дизайнер предлагает, но никогда не забывайте обращаться, или ваш дизайнер обратится в светотехническую компанию, в которой вам сделают расчет освещенности, исходя из световых материалов, используемых в интерьере. Потому что, когда темные отделки, то больше требуется степень освещенности. Потом, каким образом расставить, на каком расстоянии, какие светильники использовать. Здесь мы планируем использовать все светильники светодиодные. Это санузел согласованный. Я потом вам покажу варианты, которые были еще до того. Но вы помните, что мы даже по планировке меняли кое-что. Вот такие шестиугольные плитки понравились очень клиенту. И здесь мы используем оливковый цвет, такой же, как в первом зале, вы помните. То есть, из первого зала мы попадаем в санузел, и здесь такой же цвет используем. Видите, инсталляции не видно, как будто бы просто на стене кнопка. Я вам говорила, когда показывала планировки, что инсталляцию мы планируем в толщине стены углубить. И чтобы не было никаких, тут уже дополнительных коммуникаций не надо. Они будут все разведены в хусблоке или еще где-то. Поэтому получился такой чистенький, без всяких полочек, без всяких дверец санузел. Ну, а вот эту раковину клиент выбрал в экспозиции и сразу согласовал. И тут получается, что из бетонного пола, в бетонном дизайне шестиугольные плитки, тоже как бы выходит такими пятнышками на стену. А в этой части мы видим опуск потолка, который там величиной с дверью. И вот здесь не очень хорошо видно, там мы планируем сделать небольшой хусблок. Это загласованный вариант. Как выглядел санузел из общего зала? Когда он был в серой цветовой гамме, мы здесь использовали тоже серый цвет, но поактивней. И белую плитку шестиугольную. Дизайн санузла там определенным образом выглядел, там не было вот этого опуска. И, соответственно, вот такое решение мы предложили. Клиенту сразу понравилось, поэтому как бы переделать на другой вариант нам удалось достаточно легко. Потому что вот этот вариант уже был согласован. Видите, здесь напротив двери стоит унитаз. Потому что, если помните, планировка была, что за этой стеной был еще шкаф. А потом мы еще поменяли планировку. Так ведутся работы, довольно сложно. И любое изменение, поправка в планировке, она приводит к изменению визуализации тоже. Как вы помните, со стороны зала для переговоров с переговорным столом в планировке вы видели помещение санузела с душевой кабиной. Я вам сразу показываю согласованный вариант. Несмотря на то, что это офис, клиент захотел так вот немножко по-домашнему. Здесь, вы помните, в очередной раз показываю наливной пол. И отделку стен плиткой под бетон. Он так захотел. А потом я покажу, какие варианты до этого были. Не сразу он к этому пришел. Здесь вы видите мебель вот от стены до стены в современном дизайне. В отделке из шпона. И мы решили подержать это дверцы над унитазом тоже со шпоном. Как бы современная мебель. И в душевой зоне, видите, вот этот орнамент. Это те самые обои, о которых я вам много рассказывала. Кто-то даже меня благодарил за такую находку. Хотя этой находке уже много лет. Мы используем в проектах лет пять уже подряд. В мокрой зоне можно разместить обои итальянского производителя. Вот такие обои мы используем. Мне прислали из Дали образец. В своем проекте, где мы загородный дом в Лукоморе увеличиваем до 500 метров. Там как бы на потолке и во влажной зоне, где душ, вот именно эти обои. Они очень такие по текстуре, шершавые, да, то есть есть какой-то объем. И очень широкий выбор рисунков. Ну, вот в этот проект мы выбрали следующий вариант. И, кстати говоря, здесь вот сделали душевую кабину, как зачастую в квартирах мы делаем с бортиком. Но я думаю, что мы сделаем как в нашем офисе, в итоге без бортика. Потому что под офисом только подвал. И я думаю, что можно будет там без проблем заглубить трап и сделать это еще более современно. Первоначально вариант мы предлагали темный, черный, контрастный, как вот в соответствии с первыми пробами интерьера. И добавили зелени немного. Раковину сделали, ну, как бы не накладной, а вот такая, как ведерко ставится. И здесь черные стеклянные дверцы, поскольку дизайн современный. Но нет такой вот урбанистической нотки, просто современный стиль. Такие светильники мы еще, кстати говоря, использовали в квартире. Смольный проспект. Не путайте со Смольным парком. А вот клиент сказал, что не хочет вот такую раковину, что-то он там попросил заменить. И мы предложили светлый вариант. Мы предложили светлый вариант в отделке светло-серой плитки. Закарнизная подсветка в санузле с душем. Отдельно стоящая раковина. Я на самом деле мечтала о такой раковине поставить себе в офис, потому что в доме это может быть, или в квартире, в каком-то только гостевом, наверное, санузле, потому что, ну, не очень функционально. Потому что как раз, когда немного помещений и санузлов, то люди хотят максимально использовать какие-то полочки или еще что-то. Вот здесь это то, что возможно. Из пола смеситель. Почему мы сделали из пола? Потому что здесь зеркальная стена. Из зеркальной стены тоже можно делать. Мы это так делали в проекте «Леонтьевский мыс». То есть это все возможно. Но здесь вот поскольку особенности помещения с подвалом позволяют вот так разместить, мы сделали это из пола. И вот в черном мраморе еще предложили. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Если вы хотите сделать дизайн и ремонт в своем офисе, то обращайтесь. Мы делаем не только квартиры, но и общественные помещения тоже. Кстати, с удовольствием мы сделали ресторан. Ну, а так, конечно же, задавайте вопросы. Если было что-то непонятно, я постараюсь на них ответить. Не забывайте про Инстаграм. Там мы выставляем новые какие-то проекты до выхода видео. А некоторые из этих картинок даже не попадают ни на видео, ни на наш сайт. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а сегодня всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!